Добрый день, с вами юридическая клиника онлайн и я адвокат Андрей Савицкий. Сегодня мы поговорим о такой проблеме, которая в принципе сталкивается каждый жилец многоквартирного дома или собственник нежилого помещения, как затопление. По сути на сегодня одной из самых распространенных жилищных проблем человека, проживающего в многоквартирном доме, является затопление квартиры или нежилого помещения на первом этаже. Данная запись является картой действия, которая носит рекомендательный характер и не обязательно должна применяться во всех случаях затопления квартиры или нежилого помещения. Прежде всего, в случае затопления квартиры необходимо выяснить причину и возможные источники протекания, неисправность систем водоснажения или технической неисправности любых других сетей. Параллельно с этим обязательно вызвать управляющего дома. Если с коммунальной службой по водоснажению был заключен договор от имени управляющего дома, можно известить фактически его желаемое присутствие представителя-исполнителя коммунальных услуг. Их помощь может понадобиться в случае отказа соседа квартиры, которая, возможно, является источником затопления, открыть двери. Ведь фактически у этих субъектов имеется статья номер 8 Закона Украины о жилищных коммунальных услугах право на проход квартиру для устранения неполадок санитарно-технических и инженерного оборудования. После установления причины источника неполадок необходимо установить факт затопления и зафиксировать нанесенный ущерб личному имуществу. Для этого необходимо составить акт в присутствии баланса держателя дома, соседа, который нанес ущерб, а также свидетеля или свидетелей. Желательно, чтобы это было не менее двух свидетелей. Следующим шагом будет установка приблизительной или точной суммы ущерба. Если восстановление состояния имущества не является критическим, необходимо в ближайшие сроки провести строительно-техническую экспертизу, которая выявит причины технической неисправности, и экспертизу, которая определит размер нанесенного фактически ущерба. Для проведения такой экспертизы понадобятся следующие документы. Акта затопления, технический паспорт на квартиру и фактически провосстанавливающие документы. То есть это может быть либо свидетельство, либо вытяг с реестра о праве собственности. В случае, если необходимость восстановления провежденных элементов квартиры имеет срочный характер, необходимо сохранить все документальные подтверждения провежденной работы и их цены. Фискальные чеки, накладные договора на подрядные работы и тому подобное. В дальнейшем, если лицо, причинившее потерпевшей стороне материальный ущерб, откажется возмещать его, лицо имеет, в принципе, согласно статье 23 и 23 Гражданского кодекса, право обратиться в суд с исковым заявлением о возмещении причиненного материального, а в отдельных случаях бывает и морального ущерба. Ваши помянутые документы станут основанием исковых требований и могут способствовать более быстрому рассмотрению дела судом, а также принятию решения в пользу потерпевшей стороны. С вами была юридическая клиника онлайн и я адвокат Андрей Савицкий. Помните свои права и умело ими пользуйтесь. Продолжение следует...